На дворе ноябрь 2022 года. И близится пора новогодних праздников, с которыми ситуация сейчас не так однозначна. Масштабные гуляния в городах либо отменены полностью, либо находятся под большим вопросом – бронирование крупных площадок as well. Многие деятели сферы развлечений сейчас рассматривают предновогодние рабочие будни исключительно с точки зрения выступлений на небольших частных мероприятиях, да и рядовой гражданин, привыкший отмечать те или иные события в кругу близких людей, не хотел бы лишать себя возможности устроить небольшой праздник, который можно без проблем организовать своими силами. Главное правило в такой организации знают все – хлеба и зрелищ. Ну с первым все понятно, а за второй отвечают не в последнюю очередь световые приборы, о которых в ближайших паре роликов мы с вами и поговорим. Начнем наш рассказ с компактного комплекта световых приборов от бренда L-Focus с кодовым названием FO1205Z. Вы на канале LUTNER, меня зовут Дмитрий Астрасаблин и добро пожаловать в новое место съемок, где мы обосновались на какое-то время. FO1205Z относится к классу недорогих комбинированных приборов, создающих необходимый зрелищный эффект на небольших площадках без лишних вложений. На сегодняшний день стоимость этого комплекта составляет примерно 55 тысяч рублей, что учитывая функционал и комплектность, вполне себе огонь. Видал я такие комплекты и подешевле, но там приборов было меньше, сами приборы были послабее, да и в целом функционал был достаточно бедноватый, а здесь прям все сильно наряднее. В комплект него входит 7 светодиодных приборов, линейный прожектор, он же сердце комплекса, с двумя 25-ваттными моторизированными спотами. Сам пиксель-бар оснащен комбинацией белых и RGBW светодиодных элементов разной мощности. 12 элементов с теплыми белыми светодиодами по 0,5 Вт, 96 внешних SMD по 0,2 Вт и 156 полуваттных внутренних. Наверху устанавливаются два прожектора, по 19 10-ваттных RGBW элемента на брата. Внизу подвешиваем два прожектора с комбинацией теплых и холодных белых светодиодов. Выдают диапазон температурного света от 2800 до 8000 градусов. В спотах установлены два колеса. Одно из них колесо с семью видами ГОБА, плюс один открытый, второе с 7 фильтров цвета и также плюс один открытый. Угол луча 26 градусов. Стойка в комплект не идет, так что при ее отсутствии переворачиваем конструкцию, ставим на поверхность, у нас тут ножки есть для этого, и пользуем парики, которые больше подойдут к ситуации. Основными настройками в 2-дюймовом ЖК-экране управляем кнопками задней панели. Здесь же видим разъемы PowerCon In-Out и DMX In-Out, чтобы два таких устройства работали как Master Slave и вот это вот все. А варианты управления у нас следующие. По DMX протоколу с возможностью управления, попиксельно, что примечательно. И с помощью пульта дистанционного управления. Он радиочастотный, не инфракрасный, это радует. Дальность управления такими пультиками сильно больше, насколько я знаю. У DMX три режима. 25, 35 и 83 канала. Все команды с описанием соответствующих DMX каналов прописаны в русскоязычной инструкции в виде таблички. Пультикам управления сильно попроще, ну здесь функционал меньше. Но с другой стороны чертовски удобно выполнять свою основную функцию, музыку играть или вести мероприятие. Особенно если надо отбежать по известно каким делам. С толпой потанцевать, конечно же. Но оно и понятно. Зашито 12 встроенных программ режима авто с разной скоростью вращения с потами и интенсивностью пульсации прожекторов. Скучно не будет. Реагирование на музыку также имеется. 12 программ к вашим услугам. Чувствительность микрофона можно корректировать в настройках, чтобы все было адекватненько. Отдельно вынесены функции Blackout на пульте он пауза. Диммер, активация белых или RGB элементов. Отдельно включение каждого из трех видов приборов, будь то пиксельбар со спотами, верхние парики и нижние прожекторы. А если на сцене пошла жара, то можно постробить и насладиться экстазом публики. Программы для каждого вида из выбранных также имеются в доступе. Мы их можем переключать либо рандомно по кнопочкам плюс-минус, либо в соответствии с цифровым обозначением. Запоминаем режим, который нам нравится, или подписываем где-то, записываем, нажимаем и всегда получаем один и тот же конкретный готовый результат. Вообще режимов работы от пульта у этого устройства очень много. И многие, думаю, даже не дойдут до прописывания сцены по DMX программах, ну чтобы себе лишний раз голову не морочить. Управлять с одного пульта можно 8 такими устройствами. Для этого в настройках ищем и выбираем нужный канал передачи. FO1205Z значится в инструкции как профессиональное устройство не для бытового назначения. Но так ли это? Для кого такие приборы и как в реалиях можно использовать? На мой личный взгляд, да и вообще так практика показывает, что такие устройства приобретают либо диджей, либо ведущий, либо оба в одном флаконе, чтобы, если бюджет небольшой, самому без световика отработать, либо больше заработать. Ну и вообще, чтобы тусовка тухлой не казалась. Подойдет такой комплект и в небольшой каравоке барчик, да и на маленькую сцену в небольшой кафешке можно поставить. Купить себе такой домой, стать королем вечеринок тоже можно, гости будут в тотальном восторге. Чего уж там говорить, если объединить пару таких устройств, можно выполнять задачи и посерьезнее, тем более по DMX. Поэтому не бытовое назначение здесь больше как рекомендация или предосторожность, типа, ну, во-первых, надо в вопросе разбираться, как все это работает. Во-вторых, несмотря на то, что устройство достаточно компактное, оно метр длиной, полметра высотой, весит оно почти 20 килограммов и, не дай бог, на кого-то из маленьких домочадцев упадет, мало не покажется. Но в массе оставить пользование таким устройством все-таки лучше ребятам разбирающимся, тем, кто сможет найти применение не только для своего удовольствия, но еще и денег заработать. Поэтому, если вы присматривали себе подобные решения, то welcome, поищите у себя в магазинах по городу, товар поставляется из Китая, проблем с наличием быть не должно. На крупных площадках работа такими агрегатами нецелесообразна, никто так не делает, там нужны аппараты посерьезнее, и об одном из них мы расскажем в следующем видео. А вы пока подпишитесь, если еще этого не сделали, чтобы его не пропустить. Надеюсь, это видео было полезным, мы постарались сделать его информативным, но не перегруженным, в нашей привычной манере, поэтому жмакни лой за труд. А увидимся мы совсем скоро, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok